давно это было как сейчас помню родился в городе гродно в белоруссии теперь другая страна а тогда моя бабушка с дедушкой там работали вот и ну так получилось что мама поехала последних сроках туда родился я там отец в это время работала здесь в луках отец коренной великолучанин мать одесситка по рождению после ликвидации великолупской области был такой эпизод они с мамой вынуждены были поехать работать калинин на четверть и какое-то время работали там на постарок луках был создан радиозавод они вернулись сюда в луке отец работал на радиозаводе всю оставшуюся жизнь ушел на пенсию с должности главного метролога завода мама работала в разных местах в луках и на пенсии она ушла с должность начальника юридического отдела есть у меня сын он учится как раз той самой третьей школе которая теперь уже гимназия в шестом классе ну не буду хвалить своего ребенка вот посмотрим что из-за него получится дальше будем надеяться что все будет здорово сам я в принципе довольно такой извилистой профессиональной биографии учился я во второй школе кстати мой школьный друг одноклассник сейчас директор этой школы гигантников вот сидели с ним за одной партией только чтобы его ученики не слышали баловались на уроках вот закончил школу пытался поступить в институт с первой попытки не вышло потом пошел служить в армию повезло служил в питере ленинграде прям самом городе мало кому так везет после армии поступил таким институт учиться было крайне тяжело потому что после армии мысли не об этом совершенно в итоге не доучился вернулся на завод работал на заводе вначале регулировщиком радиоаппаратуры но мне так повезло я попал в конструкторское бюро соната на заводе было такое к б мы занимались разработкой контрольно-измерительная аппаратура различной вот и вот туда и попал регулировщиком радиоаппаратура потом потихоньку потихоньку через различные должности регулировщиков до должности инженера и в девяносто втором году я закончил свою работу на заводе в должности инженера конструктора первой категории то есть в принципе мне там было очень интересно это было то что мне больше всего нравилось жизни делать руками но к сожалению в девяносто втором году завод ну как и вся промышленность в стране фактически приказал долго жить и непонятно было чего делать но тогда мы организовали собственный бизнес название компании март да такая история все спрашивают почему март трудно сказать вот сейчас у нас работает финансовым директором ольга вьюнова она собственно писала первый наш устав вот и она приставала к нам ко всем ребят как назвать как назвать отстань потому что нам некогда нам нужно там то все делать в конце концов написала как написала потому что был месяц март вот так вот и осталось поэтому глубокого смысла здесь никакого нет точно дальше мы регистрировали компанию в течение нескольких месяцев подали документы в горсполком тогда это называлось пришли на собеседование то собеседование проходили при регистрации компаний это сейчас вообще кажется диким просто вот и нам задали вопрос а зачем нам еще одна такая фирма в городе одна уже есть кажется странный вопрос да нынче то есть ну тогда такой вопрос был реально задан и мы честно я просто не знали что на него ответить но потом над нами смело стылились сказали ну ладно бог с вами давайте так и зарегистрировали регистрацию мы прошли только в конце июня то есть у нас документы регистрационные если память не изменяет датироваться седьмым июля то есть вот с марта по июль мы занимались регистрацией компании но надо понять что тогда и для нас это было новое и для страны вообще в целом это было не очень понятно и поэтому так долго когда мы работали в кб мы занимались разработкой контроллеров управления технологическими процессами то есть на тот момент это был такой скажем так хай-тек да по нашим меркам то есть мы занимались собственно разработкой железной части и разработкой программной части этих вот контроля управления технологическими процессами все это были контроллеры это были процессоры это была память это было интересно кроме того это было еще и модно в те времена кроме того это было доходно потому что компьютер тогда сравнялся по стоимости это очень близко к стоимости жигулей и соответственно мы кинулись вот этот томат с головой а потом оказалось что в городе отсутствует скажем так сервисные службы достойного качества и одно из первых наших работ таких вот которые собственно показали кто мы есть и что мы себе представляем это была работа для завода электробот прибора такой был завод у них был компьютер смешно да уже смешно был один компьютер и был один принтер и они друг с другом дружили но плохо то есть принтер печатал вроде русскими буквами но порядок букв слова был не русский ну просто болгарская кодировка то есть она тоже кириллическая вот и нам пришлось создавать драйвер перехватчик который на лету перекодировал тогда это казалось круто и совершенно невероятно как мы это сделали нам говорили о в этом можете в итоге получилось вот одно из направлений наших сервисное направление которое сервисная разработка программных продуктов и так далее которые до сих пор существует и может делать такие вещи которые скажем так ну пользуются популярностью не только в городе великие луки но и по всей стране одно из наших таких топовых направлений это услуги связи услуги доступа в интернет чем мы занимаемся в этом плане откуда это пошло заниматься этим начали в 1996 году когда мы произносили в те времена слова интернет мягко говоря не понимал никто то есть что это такое да мы сами понимали достаточно слабо сейчас говорить что такой интернет наверно никому не надо мы начали строить свою свой узел передачи данных мы не могли стартовать так как хотелось нам самого начала потому что мы не обладали никакими стартовыми возможностями у нас просто не было нам пришлось создавать все сначала поэтому первые услуги передачи данных мы оказывали фактически в кооперации с северо-западным телеком тогда это было псков электросвязь еще мы в принципе арендовали у них так называемые серийные номера и через эти серийные номера можно было дозвониться наш модемный пул это было модемное соединение и мы очень бодренько так стартовали в этом направлении в конце концов стали пользоваться нашими услугами довольно много по тем временам людей это были десятки потом сотни абонентов это было приятно но не доходно как только получилось мы начали строить свою оптическую сеть строительство оптической сети отняло очень много сил средств и энергии и окупаемым направлении стало только в 2004 году на сегодняшний день ну скажем так глубина проникновения на рынке города великие луки вообще услуг связи связанных с интернетом составляет около 50 процентов то есть около 50 процентов населения города великие луки имеют доступ к интернету и эта цифра постоянно растет причем растет темпами средней выше средней российских мы начали участвовать приняли участие в конкурсе на предоставление частот для услуги ваймакс и выиграли его кстати мы были единственной региональной компанией которая в этом конкурсе учета выиграла на самом деле мы состязались с такими монстрами как транстелеком мегафон и еще пара московских компаний менее известных созданных именно подать под этот проект в итоге мы выиграли и у мегафона и у транстелекома и у всех вообще планировали развернуть ваймакс сеть ваймакс в течение года но к сожалению в россии законодательство такое что нам это сделать не удалось то есть мы вынуждены были пройти полный цикл согласования несмотря на то что мы получили лицензию по факту выигрыша конкурса мы вынуждены были пройти полный цикл согласований и с военными и радиочастотное согласование разное и сейчас заканчивается экспертиза нашего проекта и мы надеемся что все-таки мы в ближайшее время добьемся какого-то результата в строительстве сети ваймакс что такое ваймакс но вообще говоря это услуга доступа широкополосного доступа для передачи данных по радиоканалу то есть фактически радио то есть аналог этой услуги ну это допустим доступ в интернет по технологии 3g преимущество этой услуги это большая полоса то есть большая скорость значительно большая скорость чем в 3g и отсутствие так называемого уплотнения абонентов мы понимаем для себя что быстро покрыть района малоэтажной застройки кабелем невозможно качественные услуги людям нужны в тех районах тоже поэтому мы ориентируем эту услугу на сектор малоэтажной частной застройки куда кабелем дотянуться трудно интернет людям нужен мы не приостанавливаем развитие проводных технологий ни в коем случае и по мере строительства наших сетей там где будет появляться возможность прихода в сектор малоэтажной застройки про по проводам мы будем приходить по проводам будем делать это обязательно столкнулся однажды с такой ситуации когда пришел ко мне частный предприниматель с оборотом месячным порядка двухсот тысяч программное обеспечение которое мы необходимо было закупить на тот момент стоило порядка трехсот тысяч фактически возникал вопрос а что делать с бизнесом потому что понятно что оборот 200 тысяч с наценкой там даже 50 процентов это как минимум полгода а то и больше времени на который нужно окупать программное обеспечение для частного предпринимателя это было совершенно неподъемные цифры непонятно было что делать тогда мы помочь не смогли то есть не было инструмент сегодня есть такой инструмент мы предлагаем нашим клиентам в аренду фактически в аренду программное обеспечение и собственной разработки и сторонних разработчиков то есть это может быть и microsoft программное обеспечение там может быть программа обеспечения 1с той же самой в разных вариантах предлагаем предлагаем и получить его в аренду по договору аренды и использовать на своих компьютерах и предлагаем использовать в так называемом облаке в нашем центре обработки данных. В чем суть второго варианта? С первым все понятно, то есть просто берешь программное обеспечение, не покупаешь его сразу, платишь арендную плату. Она достаточно высока с точки зрения, допустим, продуктов Microsoft, но в принципе она в результате не требует разовых затрат, становится фиксированной, прогнозируемой и для некоторых видов бизнеса это, наверное, оптимальный вариант решения проблемы. С точки зрения второго варианта аренды в наших центрах обработки данных, для многих это единственное возможное решение. В чем суть этого решения? То есть если вы организуете небольшой бизнес, только стартуете так называемые стартапы и вам необходимо арендовать офис, купить программное обеспечение, купить компьютерное железо, зарегистрировать там какие-то телефоны, получить доступ в интернет. Это требует определенных денег, но если взять стоимость аренды, то мы имеем там по городу разные цифры, конечно, но офисные площади там 200, 300, 400 рублей за квадратный метр. Если вы собрались три человека и вам нужно арендовать какие-то площади, то вы должны арендовать метров 12 квадратных как минимум. Соответственно, вы должны при условии, допустим, цены средней 300 рублей за квадратный метр, вы должны 3,5-4 тысячи платить за аренду помещения ежемесячно, ежемесячный платеж. Плюс вы должны сделать разовые платежи на покупку оборудования и программного обеспечения. Для такого состава бизнеса это еще где-нибудь на вскидку, так если прикинуть, 1050. Может быть, немножко больше. Но, естественно, далеко не все, те, кто стартует, могут себе это позволить. Что предлагаем мы? Мы предлагаем ничего этого не покупать. У вас есть свой дом, у дома, как правило, у вас есть какой-то доступ в интернет, вы просто заключаете договор с нами и в рамках этого договора вы получаете в аренду виртуальный сервер, находящийся на наших ресурсах, виртуальный телефонный номер с возможностью переадресации в группе между вашими коллегами, с которыми вы работаете. Все необходимое вам программное обеспечение, соответственно, установленное на этом сервере. И если по каким-то причинам вы считаете, что ваш домашний компьютер либо не нужен для этого использовать, либо слабоват, вы можете арендовать еще и виртуальный компьютер, который будет находиться на наших ресурсах точно так же. В результате получится что? Стоимость рабочего места, аренды рабочего места, допустим, на платформе 1С последних версий составляет по нынешним ценам от 412 до 500 рублей за рабочее место в зависимости от количества рабочих мест. И дальше, наверное, если вам необходимо какое-то существенное хранилище информации, какие-то суммы будут платиться за это хранилище данных. В принципе, мы просчитывали недавно для одного из клиентов, то есть получилась общая сумма порядка 2000 рублей в месяц с группы из четырех человек. То есть фактически экономия в разы и можно стартовать сразу с места. Фактически развертывается услуга в течение одного рабочего дня. Мы занимались, занимались, продолжаем заниматься трансляциями различных мероприятий. Мы проводим лифт трансляции, живые трансляции. Мы это делали из разных мест. Нам было интересно посмотреть, насколько эта услуга востребована, необходима и, по большому счету, понятно, что мы бизнес продаваем. Пока все проекты, которые мы реализовывали, они были альтруистическими и бесплатными, мы транслировали международную встречу воздухоплавателей в прошлом году. Транслировали из разных мест, транслировали достаточно эффективно и смотрели очень большим интересом. Причем я сам в это время находился на конференции на Украине. На выставке, которая там приходила в рамках конференции, мы запустили на одном из своих компьютеров, установленных там, запустили трансляцию с чемпионата по воздухоплаванию и вызвали большой такой ажиотаж среди участников мероприятия. И, кстати, мы оттуда, это происходило в Крыму, в Судаке. Оттуда мы транслировали мероприятия той конференции, транслировали на нашем ресурсе КДО для образовательных учреждений всей страны. Опять-таки, задача трансляции с той стороны заключалась в том, чтобы показать, что это можно сделать бюджетными средствами. То есть мы не везли дорогого оборудования, мощных камер, там нет серьезных потоков передачи данных. Нам нужно было транслировать с двух камер со звуком и показать, что это возможно транслировать и записать. Мы транслировали и записали. Понятно, что между камерами возникла некая задержка. Нельзя переключаться там один в один. Одна камера там со злижкой во время до 10 минут происходило это дело. Но, тем не менее, оказалось возможно использовать простую веб-камеру, оказалось возможно использовать обычную бытовую камеру, видеокамеру для того, чтобы с приемлемым качеством транслировать такого рода мероприятия. Почему мы это делали? Мы плотно работаем в системе образования, в рамках наших решений для системы образования. Мы хорошо себя понимаем, сколько денег там есть. Мы понимаем, что им надо общаться. А общение возможно только в том случае, когда есть некие средства, посредством которых можно это общение обслужить. Отсутствие денег на покупку серьезного оборудования или аренда серьезных каналов, передачи данных, аренда серьезных площадок серверных, для них просто не по карману. То, что мы сделали и показали на этой конференции, оказалось под силу, по зубам практически любой школе. И может быть организовано фактически подручными средствами. Известен проект Аглонасевания. транспорта в городе Великие Луки, который мы реализовали в принципе, ну, теперь можно говорить, уже реализовали, потому что наши трекеры не установлены только на семи машинах, на которых установлены трекеры другие. Сейчас непонятно на каких условиях, как их подключать к той карте, на которой двигаются все машинки. Мы сделали проект быстро. Такого рода проекты, ну, надо дать должное администрации города. Здесь вот просто снимая шляпу. Такого рода проекты делаются годами. Нам удалось реализовать этот проект в течение фактически года, чуть больше. Эффективность, с которой это произошло, существенно выше, чем у всех наших коллег, которые этим занимаются. Вроде как сейчас все должны иметь это дело по закону. На самом деле имеют далеко не все. И во многих случаях этому еще и сопротивляются. У нас это было сделано. И на самом деле польза большая достаточно для всех, в том числе и для маршрутчиков, и для пассажиров уж она очевидна. То есть мы сейчас можем интегрировать это на табло. Одно из них стоит на площади Рокоссовского. И в некоторые моменты времени наши пассажиры, великолазские пассажиры могут увидеть, как долго им ждать ту или иную маршрутку. Такого рода проекты пытаются пробить и в Москве, и в разных городах, и в Нижнем Новгороде пытаются реализовать. Где только они пытаются, но, так скажем, результат, на самом деле результат, есть, пожалуй, у нас еще в двух местах по стране. Одна из наших таких глобальных разработок это программное обеспечение для библиотек. В частности, для библиотек образовательных учреждений программный продукт 1С-школьная библиотека. Вот он звучит так, 1С-школьная библиотека, разработан нами на самом деле, и потом передан на дистрибуцию у компании 1С. То есть фактически они продают нашу разработку. И на сегодняшний день это поставлено в 56 тысяч школ. То есть во все школы России, фактически. А в реинкарнации 1С-библиотека ВУЗа, или просто библиотека ВУЗа, оно поставлено в несколько десятков высших учебных заведений. А в реинкарнации библиотека колледжа тоже нами был по федеральному конкурсу продан мастер-диск, с которого, собственно, любой колледж может скопировать и установить у себя наш программный продукт. То есть порядка 800 таких образовательных учреждений в стране есть. Мероприятие достаточно интересно. Это международная конференция, библиотечная международная конференция под эгидой ИФЛА, Международной библиотечной ассоциации. Организуется она в Государственной публичной научно-технической библиотеке ГПНТБ. И для нас, как для разработчиков программного обеспечения, для библиотек, это серьезная, ну, скажем так, площадка для обмена идеями, мыслями, информационными. Ну, подглядеть у коллег чего-нибудь. Хотя последние разы, когда мы беседовали с нашим, так сказать, коллегой из ГПНТБ, который занимается разработкой аналогичных решений, Борисом Саевичем Маршаковым, он сказал, говорит, а мы вас что-то подглядываем тоже. На нас-то было приятно, что не только мы у них, но и они у нас. То есть, значит, в сообществе мы заняли такое достаточно заметное место. Мы можем делать вещи, которые другие не делают. Поза в прошлом году мы ездили в Челябинск. Ездили тоже по делам, связанным с программным обеспечением. И это было интересное мероприятие, интересный опыт, потому что это, в принципе, территория за Уральем. Для нас, жителей европейской части России, некая терра инкогнито. То есть, мы плохо понимаем, что там, вот кажется, зеленые человечки. Нет, на самом деле там живут такие же люди с такими же интересами, но это совершенно другой регион. Обалденные ощущения от проезда там под Челябинском через Березовые рощи. Мы все думали, что среди березок средние полосы, да. Вот ничего подобного. Там Березовые рощи гораздо красивее. Польша бескрайняя просто Березовая роща, через которую ехать. Еще интересное ощущение проезда через Башкирию и Татарстан, когда вдоль дороги стоят эти качалки нефтяные. И мы понимаем, откуда берется благо Родины. Все эти путешествия, они, как правило, проводятся в автомобиле. То есть, можно, конечно, было в Челябинске полететь на самолете. То есть, это было бы быстрее просто. Вот. И не так напряженно. Но когда едешь в машине по стране, ты ее видишь, ощущаешь. Когда ты летишь в самолете, это некие точки на глобусе. Другое ощущение. Едучи в Пермь, вот, вроде как, ну, 2000 километров, да. Мы проехали не только через часовые поясы. Мы проехали и через менталитеты. Фактически людские менталитеты. И мы реально видели, что наша страна, она очень многообразна. Начиная от архитектуры, там, сельских строений, допустим. Вот то, что мы видим здесь, то, что мы видим в Татарстане, то, что мы видим в том же самом Пермском крае, совершенно разные вещи. У нас был такой проект по названию «Анатомичка». В интернете до сих пор находится в поиске td.mart.ru. Если поищите, найдете. Это был ресурс, предназначенный для теледизайнеров. Там было огромное количество роликов различного уровня, которыми профессиональное сообщество дизайнеров, телевизионных дизайнеров делилось друг с другом. Там были ролики студии НТВ, там были ролики «Координаты 20», там были ролики Первого канала, тогда «Останки», по-моему, назывался. Там были ролики и студии «Рапид», там были ролики «Наши великолепные», там были ролики студии различных маленьких городов из России, из Украины, из Белоруссии. И качество роликов было совершенно разное. Тогда еще не было никакого Ютуба и не было никаких технологий, позволяющих это коллекционировать, скажем так. Мы это сделали. К сожалению, проект был закрыт из-за нехватки ресурсов. Просто не хватило ресурсов, причем не финансовых даже ресурсов. Не хватило сетевых ресурсов. То есть мы не могли в тот момент такого объема проект вынести на внешний хостинг, а скорость нашего канала, совокупного для всего города, составляла 2 мегабита в секунду. И по этим 2 мегабитам мы тогда оказывали услуги всем, кто был подключен к нам интернет, и плюс еще это. И просто вот этот проект стал забивать возможность предоставления услуг для всех остальных абонентов наших. Поэтому он был закрыт. Но все равно обидно, потому что проект был замечательный, обалденный проект. И очень жалко, потому что это был знаковый проект. И очень долго, в течение, наверное, лет 5, нас просили его реанимировать. Но буквально года через 2... Кстати, стали появляться клоны года через 2. То есть стали появляться аналогичные проекты. Сегодня, наверное, это не так востребовано, потому что есть мощные видеосервисы, и Ютубы, и Рутубы, там и так далее, и куча всяких разных. Вот сейчас и качество другое можно было бы предложить. И много чего можно было бы предложить. Ну, время идет, все развивается.